Здравствуйте, уважаемые зрители! Все, началась у нас череда сильных заморозков, было уже ночью и минус 10, и минус 12, и минус 16, и заморозки каждый день идут. Бывало и так, что даже в плюсовое положение температура и целый день не выходила. Конечно, уже при таких морозах, это уже заморозками сложно назвать, никакая защита не поможет. Все, заморозки даже под укрывным материалом, с учетом того, что у нас бочки стояли в теплице, однозначно листья побили. И вот это самое время обрезать виноград. У меня, конечно, есть свои тонкости, я делаю это все очень просто, но сейчас подробно об этом и поговорим. Итак, поехали! Опять же, по вопросу, как делать обрезку, когда я начинал заниматься виноградом еще в далеком 2007 году, голова у меня, конечно, кругом шла. Рукава, плодовые стрелки, а самое главное, сучок, замещение. Вот мысли мои разбегались. Сколько бы я ни смотрел, все было очень сложно и тяжело. На самом деле, все очень просто. Конечно, нам надо знать базовое понятие, что такое рукав. Это многолетняя древесина, идущая у нас от головы куста. А плодовая стрелка – это побеги этого года, которые были зеленые, вызрели, с которых на следующий год мы будем получать урожай. Плодовые рожки или сучки – это, в принципе, плодовая стрелка, но короткая. Если плодовая стрелка может быть там, ну не знаю, я оставляю, сколько вызрело, вплоть до двух метров, то плодовые рожки или сучки, бывает так, что лоза совсем не вызрела, ну буквально там от двух почек и до пяти. Больше никаких понятий, особенно сучок замещения, знать не надо. Я сучком замещения не пользуюсь и много лет без него обхожусь, не заморачиваюсь. Конечно, после заморозков лучше подождать, пока лист весь уже подсохнет, начнет отпадывать, чтобы потом его убирать было очень легко. А самое главное, чтобы нам четко увидеть, какая лоза не вызрившая, после заморозков нужно, ну хотя бы, два-три дня. Можно и дольше, там, после недели, чем больше времени пройдет после заморозков, которые побили виноград, тем будет очевиднее, какая же у нас лоза на самом деле не вызрела. Я на хруст, там, на ощупь давным-давно не проверяю, потому что это все обман. Даже не вызрившая лоза, зеленая, после того, как ударили ее заморозки, она вся покоричневеет, под солнышком подсохнет, будет хрустеть, а на самом деле она мертвая. У меня есть свои собственные методы проверки, стопроцентные, немножко попозже об этом расскажу. Лист у нас, как правило, после заморозка сам полностью не опадает, очень много листа еще на лозе остается. И, конечно же, через лист, ну какая тут картина, как тут обрезать, нормировать, ничего не понятно. Конечно, в первую очередь, сейчас все, весь лист уберу, возьму с собой секатор, и вот такие вот явно зеленые уже невызревшие лозы обрежу, чтобы лоза осталась вся вызревшая, и из нее уже было проще формировать и делать обрезку. Все явные вот такие вот лозы, которые, видно, вот они как бы уже заморозком повреждены, зеленковаты, все это сейчас уберу. Ну и, конечно же, лист весь обязательно в тачку и подальше от виноградника, чтобы никакая зараза на следующий год у нас не появилась. Это вроде как бы простая элементарная защита, но она очень помогает. У нас нет никаких болезней винограда, но и не надо. Вот в этих листьях прекрасно зимует паутинный клещ, все это в тачку и вывозим подальше, и лучше сжечь. Паутинный клещ Для нашего региона очень важно понять, где вызревшая лоза. Не вызревшая лоза, она все равно сгниет, все равно ни одна почка на ней не проснется, и ее бесполезно оставляет. Самое главное, что она начнет гнить и нормальную лозу тоже зацепит. Все правила проверки, которые действуют на юге, у нас неэффективны. Есть стопроцентный прием, которым я уже давным-давно пользуюсь, и который после заморозков где-то через 3-4 дня показывает на 100%, где лоза вызрела, где не вызрела. Все элементарно и просто. Нужно верхнюю кору зачистить. Вот специально показываю невызревшая лоза, она зеленая была. Если я кору снимаю, она светло-коричневая. Я уж не говорю про тот оттенок, когда она становится темно-коричневой. И даже светло-коричневый оттенок вот такой вот показывает, что лоза подмерзла. Она была невызревшая, она все равно умрет. Бесполезно. Вот такую лозу не жалейте, отрезайте. Под корой у нас находится лобковой слой, и он ни в коем случае не должен быть ни салатовый, ни светло-коричневый, ни темно-коричневый. Все вот эти вот цвета говорят о том, что лоза невызревшая, мертвая. Под корой лобковой слой должен быть ярко-ярко-зеленый. Сейчас покажу. Вот здесь вот уже лоза вызрела, и даже вот видно, вот она до этого узла явно салатового цвета, коричневенькая. Вот такая вот. А тут ярко-ярко-зеленый цвет. Вот такая лоза должна быть. Все, что не вызревшая, сейчас обрезаем не жалеючи. И вот у нас получается рукав, и тут раз, два, три, четыре, четыре почки. Это у нас получается обрезка на рожок. Вот опять же, здесь визуально видно, что лоза не вызрела, но она уже начала коричневеть. Вчера еще была зеленая, и чем больше дней пройдет, она превратится вот в такую коричневую. Визуально никак не определить. Полежит еще две недели, будет хрустеть, как будто она вызревшая. На ощупь тоже, опять же, долго если полежит, будет не холодная. Все это не работает. Вот, тут уже смело обрезаем, это явно часть не вызревшая. И берем просто-напросто, опять же, никакой не ножик, просто секатором. Все. Вот здесь вот, казалось бы, ярко-зеленая. Но, если кору немножко отодвинуть, четко видно, что это салатовый цвет. Это полувызревшая лоза. Почти, чуть-чуть ей не хватило, чтобы она дозрела. Но, тем не менее, она тоже умрет. Лубковой слой здесь такого, салатового цвета. Через некоторое время он тоже покоричневеет. Пробуем ниже, на следующий узел. Вот, вот здесь тоже, опять же, салатового цвета, лоза не вызревшая. Если есть сомнения, лучше вообще кору секатором отодвиньте, и вот четко тогда будет видно. Здесь тоже еще такой светло-салатовый оттенок. Ну, все, следующее звено будет точно вызревшее. Вот, есть незначительное-незначительное изменение. Цветок говорит, что, ну, чуть-чуть не хватило этой лозе. А вот этот уже, вот, тут вот уже ярко-зеленый цвет. И сколько бы вы не срезали, как бы вы... И кора, самое главное, уже тут не отделяется. Она к клубковому слою хорошо прикреплена. То есть, нужно огромное усилие. Все. Вот это у меня вызревшая лоза, не вызревшую срезали. Если бы я оставил не вызревшую лозу, ну, пожалел бы, то это бы между узлей схватилось. И почка, скорее всего, погибла. И, может быть, еще 2-3 между узлей сгнило из-за того, что я оставил не вызревшую лозу. Ни в коем случае ее нельзя оставлять. У меня получается верная формировка, но с двойным запасом. Конечно же, классическая обрезка, которая происходит на юге, нам не подходит. Раньше оставлял тройной запас лоз плодовых. Сейчас оставляю двойной запас. В принципе, хватает. Почему так? Потому что, конечно же, у нас северный виноградник. Иногда бывает вымерзает целыми рукавами. Так что запас лучше пусть он будет. А отнормировать весной побегами я все смогу. Без всякой обрезки. Выберу весной лучшие побеги с лучшими гроздями. Все остальное выломкой убрать. Ну, буквально секундное дело. Из головы куста у меня идет от 4 до 6 рукавов. 4 по классике. Но я всегда, опять же, из-за северных условий оставляю либо молодые побеги, либо настоящие рукава в одну и в другую сторону. Только лишь для запаса. Из 4 рукавов, опять же, по классике, должно идти по одной плодовой стрелке. То есть, 4 плодовых стрелки. 2 в одну сторону и 2 в другую сторону. Примерно на каждую плодовую стрелку можно получить 8 плюс-минус побегов. И в итоге нагрузку мы общую в 30-32 побега получим. Но, опять же, у нас северные условия, поэтому цифру эту увеличиваю в 2 раза. Мне нужно на каждом рукаве оставить 2 плодовых стрелки. Итого у меня получается 8 плодовых стрелок. Рукавов может быть и 6, но в общей сложности я все равно оставляю 8 плодовых стрелок. Достаточно с каждой плодовой стрелки получить 4 побега. И в общей сложности 8 на 4, 32 побега это более чем достаточно. Больше, в принципе, нагрузку оставлять и нельзя. Еще очень важное правило обрезки, которое нужно просто учитывать на весну. По-другому никак. Это тот факт, что когда мы разложим на первую шпалеру плодовые стрелки или рожки, на что отрезалось, то у нас вся площадь шпалеры была бы занята. И примерно через каждых 15-20 сантиметров шел побег. Когда мы вот эти 2 плодовых стрелки положим на первую проволоку, у нас получается тут целая куча почек. Весной все будет выглядеть вот так. И из каждой почки пойдет побег. Я потом оставлю то количество побегов с лучшими гроздями наилучше. Все остальное выломаю. У меня по большому счету будет здесь идти гребенка. Через каждых 15-20 сантиметров будет побег. Так и должно быть. Если же у меня 2 плодовых стрелки нет, то я оставляю рожки. Но смысл будет именно тот же самый, чтобы у нас рожки так располагались по плоскости, чтобы через каждых 15-20 сантиметров у нас шли весной вертикально побеги, на которых и будет урожай. Конечно же это все теория, но сейчас на практике покажу, как это легко у меня происходит. Вот идет у меня голова куста. Из нее идут рукава. По классике 4 рукава. Но я всегда оставляю запасные. То есть у меня может до 6 рукавов быть. У нас иногда запасные рукава спасают. Запасные рукава считать не буду. Я на них оставляю всегда одну плодовую стрелку. Вот рука, вот плодовая стрелка. Но она в счет не идет. На каждом основном рукаве я должен оставить 2 плодовых стрелки. Все очень просто. Причем эти 2 плодовые стрелки должны находиться как можно ближе к голове куста. От головы куста идем по рукаву и оставляем 2 плодовых стрелки. Остальные нам уже не нужны. Давайте все-таки рассмотрим классический вариант, когда у нас есть 2 хороших плодовых стрелки. Вот рукав. И очень низко, что и хорошо, растет первая плодовая стрелка. Она длинная, метра 2. Оставляем ее. Дальше идем по рукаву. Вот у нас вторая плодовая стрелка. Тоже длинная, хорошая. Оставляем ее. И дальше нам все, что растет, не надо. Это все мы обрезаем. Все. Вот и вся обрезка. Один рукав, 2 плодовых стрелки. Хороших, длинных, под 2 метра. Конечно, весь пучок, чтобы мне ничего не упустить. Лозы никакой пересортиться не допустить. Как только обрезал, сразу же маркирую маркером. Обычный у меня маркер. Вот такой вот. Ну и обязательно на каждой лозе пишу название. Вот рукав. Многолетняя древесина. И по идее я на нем должен оставить 2 хороших, сильных плодовых стрелки. Идем. Вот такой вот рожок у меня остался. Я его считать не буду, потому что неизвестно, что из него будет. И как он дальше себя будет вести. Идем дальше. И опять же, из-за наших таких вот условий, вместо хорошей плодовой стрелки у меня остался рожок. Пусть он будет опять же. Здесь один будет побег, здесь может быть 1-2 побега. И вот дальше идут уже 2 хороших, длинных плодовых стрелки. И вот 2 хороших плодовых стрелки я оставляю. Все. С этим рукавом все ясно. Если бы у меня здесь сразу же шли 2 хороших, солидных, толстеньких плодовых стрелки, то я бы сделал обрезку вот так. Вот идет у меня следующий рукав. Здесь я выращиваю опять же запасной рукавчик. Идет из него побег, я его не считаю. Идем по основному рукаву. Вот первая плодовая стрелка, хорошая, толстая, замечательная. И нам бы надо найти вторую. И после ее бы отбрезать. И дальше мы идем по рукаву. Здесь плодовых стрелок как таковых нет. Опять же идет не мощная, не сильная плодовая стрелка, а рожок. Вот этот рожок только покрывает расстояние у нас до следующего рожка. И тут тоже опять же коротенький рожок. Нет больше плодовой второй стрелки, но можно обойтись двумя рожками. Здесь вызревание лозы плохое. Вот старенький рукав. Видно, что его надо будет заменить. На следующий год постараюсь его заменить. Посмотрел я по вызреванию. Здесь рожок 3 почки, здесь рожок 5 почек. Ну и в конце вообще по одной, по две почки вызвало на этом рукаве. Этот рожок у меня заполнит вот здесь плоскость. Вот здесь вертикальными побегами плоскость. Вот этот рожок я уложу. Он у меня заполнит вот это место. Вертикальными побегами на следующий год. Ну и из этих выйдет там 1-2 побега, они тоже пойдут вертикально. По большому счету, всю плоскость шпалеры, которая у меня отведена этому кусту, я с помощью опять же не плодовых стрелок, но рожков заполню. Итак, виноград я обрезал. Уже в принципе достаточно все красиво, аккуратно. Не всегда по правилам. Где-то обрезал на плодовые стрелки, где-то обрезал на плодовые стрелки рожки, где-то вообще на рожки. Но все это зависит от степени вызревания лозы. Тут, конечно, опять же, никакого лекала не натянешь. Как вызревал лоза, так и обрезаем. Конечно, следующая операция это у нас укрытие винограда. Но о ней поговорим немного позже. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!